Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим пшенную кашу с тушенкой. Для приготовления нам потребуется 2 полных мультистакана пшена, это 300 грамм, 500 миллилитров воды, банка тушенки, у меня тушенка из свинины, 325 грамм, чайная ложка соли. Чтобы пшено не горчило, заливаем его горячей водой и оставляем на 5 минут. В чашу мультиварки выкладываем тушенку, добавляем соль. После того, как пшено постояло в горячей воде, воду сливаем и хорошо промываем пшено на 2-3 раза. Добавляем пшено к тушенке, заливаем все холодной водой. Все хорошо перемешиваем, чтобы соль распределилась равномерно. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме рис крупы 35 минут. Каша готова. Аккуратно все перемешиваем и можем подавать на стол. В качестве дополнения отлично подойдет салат из свежих овощей. Быстро, просто и очень вкусно. Второй рецепт. Мы приготовим пшенную кашу с фаршем. Для приготовления нам потребуется 200 грамм пшена, это 1,5 мультистакана. 300 грамм фарша. У меня смесь свинины с говядиной, но можно взять любой фарш. 40 грамм репчатого лука, 600 миллилитров горячей воды, чайная ложка соли, пол чайной ложки куркумы, 1 треть чайной ложки черного молотого перца и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Чтобы пшено не горчило, перед началом приготовления заливаем его горячей водой и оставляем на 5-7 минут, после чего промываем. В чашу мультиварки наливаем масло. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88. Выбираем режим жарка. В этой мультиварке отсчет времени начнется, когда мультиварка нагреется. Масло нагрелось. Отправляем обжариваться мелкопорезанный лук. И сразу фарш. Прошло 5 минут. Отключаем режим жарка. Добавляем соль и специи. Промытое пшено. Заливаем все горячей водой. Закрываем крышку мультиварки. Перемешивать будем уже готовое блюдо. Готовить буду на режиме рис крупы 25 минут. Если в ваших мультиварках по умолчанию 35 минут, оставляете 35 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Аккуратно все перемешиваем. Если вы кашу будете подавать с овощным салатом, то добавлять сливочное масло не надо. Если же просто вот так кашу с фаршем, лучше добавить еще сливочное масло в кашу. Каша получается очень сочной, вкусной, абсолютно не сухой. Обязательно попробуйте приготовить ее и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!